Дэном со всеми своими друзьями. Саш, на каком языке думаешь? Я на русском думаю. Я на английском? Нет. Я себя поймала... Да, договори. Я поймала себя на мысли, что я теперь думаю на английском. Только? Да. Знаешь, как у меня разграничивается? Если я только что общалась много по-русски, вот, например, мы проведём прямой эфир, то весь ближайший час у меня будут только русские мысли. Но если, например, я долго была с Дэном, общалась, 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 и вот, например, закончили общение, и я осталась одна, то я какое-то время буду думать на английском, продолжать. То есть от того, какой ты больше язык использовал. Я сейчас заболела коронавирусом, меня сейчас ведут в больницу в Москву. Ну, это он себя пиарит, чтобы его после посмотрели. Боже. И это вызывает интерес. Насколько хорошо Василиса говорит на английском? Я... Ну, она говорит как-то лучше, чем на русском, я бы сказала, наверное. Да. Когда в Россию? Когда-то. Теперь уже непонятно. Когда-то. Вы знаете, что только эвакуационные рейсы оставили, и вот в Лос-Анджелесе сейчас набирают эвакуационный рейс, и мы не знаем, стоит ли рисковать маму, и попробовать туда его устроить, но мне кажется, лучше отсидеться пока, не ехать в аэропорт и в самолёт. Не жалеете, что переехали в Америку? Нет. А в России больше поле развернуто? Ну, потому что здесь просто лучше для меня. Ну, чем? Расскажи, чем тебе нравится Америка? Мне здесь нравится, потому что здесь как бы не то, что более красиво, здесь как бы душе легче. Почему? Не знаю, просто атмосфера, вайбс, энергии. Ну, потому что это Лос-Анджелес, наверное, не Америка, а именно Л.А., потому что здесь такая закат и вот эти все. Да, ну вот именно это такая энергия, которая мне нужна. Свободы такой, да, раскрепощённости. А по школе? Ну, я в школе была только до третьего класса в России. Ну, всё равно, хоть что-то помнишь. Я помню, что там было... Что я делала в третьем классе, я сделала то, что мне по математике до пятого класса ничего не нужно было бы изучать, потому что я это всё знала. Да, в России очень... Раньше проходят очень... Мне кажется, рановато деткам дают нагрузку, ту, которую здесь дают намного позже, хотя потом к университету все сравниваются, и российские, и американские школьники. То есть детям дают поиграть. Ты не русская, я русская. Васенька русская. Сколько было лет, Вася, когда вы сюда переехали? Десять или одиннадцать? Десять. Десять. Кажется, было не очень. Sorry. Не, наоборот. А, ну это вам кажется. Вон, смотри, Стелла тебе там сердечки шлёт. Привет, Стелла, я по тебе очень скучаю, по вам всем. Как тебя зовут, друзья? Вася, Лиза или Вася. Типа Вася. А что лучше от прыщей подростка? Вот что ты пользуешься, когда у тебя прыщи? Вот честно, давай. Ничем. Ну я тебе что всё время варю делать? Я не знаю, как он называется. Пауэргл. Ну, это сыворотку. Я её и на... Shine Bright. Ну, а ещё ты какую-то тебе... Тогда вы с девочкой своей наносили какую-то цинковую штучку. А, это не помогает, это просто так. Да? Да. Она не помогает вообще. А вот эта, которая щиплет штучки, помогает, нет? Какие щиплетки? Ну, которая вот эти дают свою сыворотку. Да, но она помогает, а больше всему лицу, как бы... Чем точечно, да? Да, чем точечно, она помогает больше всему лицу. А так у меня прыщи сами выходят там через день. Ну, больше помогает, наверное, думаю, питание. Потому что мы всё-таки, Васеньки, следим за питанием, чтобы там не было грязи. Помнишь, когда ты поехала в лагерь? Вот ты вернулась оттуда. Потому что в лагере Вася, видимо, ела всякую каку. Позволяла. Ты не была здесь, когда я приехала обратно из лагеря? Ну, вот как мама уехала, так у тебя сразу прыщи пошли. А как мама приехала, сразу всё прошло. Мама смотрит. Легче говорить на русском или английском? Мне легче, типа, разговорный язык, наверное, на английском. А вот именно какие-то такие сложные слова, например, органы или какие-то там молекулы, или такие, знаешь, которые сложные названия. Наверное, на русском всё-таки, потому что я их знаю как бы с рождения. Поняла. То есть терминология легче на русском? Нет страха разочаровать маму. Чем разочаровать? Ну, можешь же, иногда меня разочаровываешь. Я же всё время тебе говорю, если я расстроилась. Тебе нравится стиль одежды, Вася? Ну, когда я не дома хожу, когда я именно куда-то выхожу, тебе не нравится? Ну, когда выходишь на вечеринки, нравится, ты более утончённо одеваешься в школу, конечно, ты как балакон. Потому что мне всё равно на всех школах. Как мешок, блин. Я считаю, что девочка всегда должна быть девочкой и оставаться элегантной леди, понимаешь? Ты бы не пробовала каждый день просыпаться в шесть утра? Дорогая, я в этом всём была. Я тоже была студентом, школьником и ходила везде, просыпалась. И вот при этом была очень красивой, модной. Нет, Вася модная на самом деле. Она вот стиль именно подростковый местный блюдёт. Я смотрю. Какой любимый предмет в школе? Никакой. Ну, Вася. Серьёзно? Никакой. То есть тебя вообще ничего не увлекает? Ну, в школе нет. А не в школе? Не в школе нет. Ну, хотя, если бы я должна была выбрать какой-то... Ну, знаешь, я просто по учителям сужу, потому что у меня учителя все так себе в этом году. А в том? В том. В прошлом году. Ты помнишь в прошлом году? Помню, когда мы с тобой закатывали глаза, вместе сидели в кабинете. Какие отношения с мужем мамы? Хорошие. Мы с Даном очень хорошие друзья. Жизнь в американских школах, как же так и в фильмах. Ну, примерно, только всегда в американских фильмах показывают, что, типа, спортсмены, они самые прикольные в школе. Типа, кто мальчики, которые играют там в футбол. На самом деле, это вообще не так. Их никто не знает, на самом деле. Да? Да, вообще это не так. А кто самые крутые мальчики в школах обычно? Чем они отличаются? Которые... Честно. У меня слишком большая школа, чтобы где-то были, типа, популярные дети, но которых больше всех знают. Это те, которые больше всех party. И, да. Которые организовывают вечеринки или которые сами ходят тусить? И то, и другое. И они популярны среди девочек, имеется в виду? Нет, просто среди всех. Ну, типа, их всех знают. Окей. Деялись, что с мамой личной жизни. Ну, иногда, да. Я это не знаю. Что это написано? Сашенька, как дела обстоят с косметологами в Америке? Гиалуронка, витаминки проколоть можно? Да, можно. Усилиза будет присутствовать на родах, да? Если... Ну, как пойдет, я никогда не загадываю. Роды, они все время идут, могут ночью начаться. Если дети будут спать, я не буду их будить специально. Но как только ребеночек выйдет, мы позовем всех. Вася всегда была первой, одной из первых, кто брал на ручки. Поэтому она будет опять встречать братика или сестричку. Как справляетесь с подростковым периодом? Вася, у нас были с тобой проблемы? Ну, так, конечно, было что-то, да? Не могу сказать, что... Вначале было сложно. Да, мне почему-то, когда, вы знаете, когда тебе исполнилось 11 лет где-то, когда я начала вот видеть, как ты не хочешь одевать то, что я тебе готовлю, луки вот эти вот, когда потом ты начала там свое мнение отстаивать. Знаете, это как любая трудность, когда ты впервые с ней сталкиваешься, и у тебя сразу противоречие, протест, продавить, добиться своего. А потом со временем ты как, знаете, ну, ты принимаешь, понимаешь, что как бы ты тут, ну, это вообще ты человек, это личность. И ты должен слышать его мнение, слышать его, почему он хочет так, и не давить на своем, а просто общаться. Я всегда предпочитаю общение. Иногда, конечно, я взрываюсь. Вася, скажи, мама орет иногда. Да. Бешеная. Потому что ты беременна. А я бы стала больше орать, когда беременна. Да, мы все об этом говорим. Дэн такой, просто нужно прождать это. Да, это есть такое, я тоже замечаю. Я ору. Но я быстро скажу, я поорала и успокоилась. Нет. Да. Нет. Что, я долго ору? Ты потом такая же. Ну, сколько еще? Минут 30 и все. Нет. Ну, я никогда там днями не хожу, не злюсь. Ну, днями нет. На целый день, да. Пойми, я весь день испортили. Так, ну что? Почему они так делают? Почему они так... Какое отношение семьи к карантину и вообще всей этой ситуации? Очень спокойная, позитивная, принимающая. Знаете, такое вот... Ну, есть такая ситуация, значит такая. Значит, проживем в такой ситуации. Изменится ситуация, подстроимся под новую ситуацию. Во всех ситуациях находим плюсы. Я вот ударилась в работу, мне очень появилось время быть дома. Когда у меня не было дома, я все время не могла сконцентрироваться на рабочих моментах. А сейчас могу, Вася, у тебя какое отношение к карантину? Скучно. Скучно тебе? О, ну я тебя развеселю. Не надо. Не надо. Вася, ты сама красишься? Нет, я ходила в салон. Это первый раз в жизни покрасила волос. У тебя, по-моему, были хайлайты, нет? Макара были, у меня нет. Если вы имеете в виду про волосы, а мейкап сама красишься? А, да. Мы сегодня хотим с Василисы снять такой мини-баттл. Мы хотим... Вася сделает сама себе мейкап и подберет лук, а потом я все смою и переодену ее, и мы сделаем, типа, съемку до и после первого ее лука, и съемку до и после второго лука, где я ее сделаю, и отдадим вам на голосование, и посмотрим, кто в этом баттле победит, Вася или я. Я. Старые кости или новые кости? Вася, какие у Вас любимые темы с Дэном обсуждать? О чем Вы говорите? Не знаю, мы все время шутим с ним. Все время чем-то смеемся. Но он все время тебя хочет на тему учебы перевести? Да. Заметьте, потому что надо учиться, чтобы чего-то добиться, а ты все время куда-то съезжаешь. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как лучше воспитывать дочку, мама и дочка как подруги, или держать дистанцию? Вася, вот скажи свое мнение на этот счет. Как ты считаешь, должны быть мама и дочка как подруги? Я думаю, они в каких-то сферах, можно так сказать, сферах? Вопросах. Нет, сферах, они должны быть как подруги, потому что без этого никак. Например, в каких? Не знаю, ну как бы... Не знаю, ну у всех по-разному, мам, если нет. Ну так если взять тебя, в каких сферах тебе нравится быть с мамой подругой? У всех. Ну одежда, например. Ну да, одежда. Но мне кажется, есть такие темы, которые нужно, чтобы у тебя была как бы... Дистанция. Власти, да, и дистанция. Например, какие темы? Ну, учеба, да, сто процентов. Ты отдаешь мне, да, жазу власти? Нет. Я думаю, ну скорее, да, в учебе точно нужно, потому что даже когда я ленюсь иногда, тебе нужно меня как бы поставить обратно и напомнить о том, что это... In the long run. Ну что это в дальнейшем принесет тебе пользу. Окей, а в каких? А, ну хорошо, ладно, ответила на вопрос. Так. Василиса, у тебя много друзей? Да. Вася знала язык, когда шла в школу, когда вы только переехали? Нет. Василиса, ты уже думаешь о колледже? Какие планы? Пока никаких. Ну, это она, у нее никаких, я уже все за нее спланировала. Будет ли Василиса получать из теста средней школы в России? Нет. И это незачем, мы не собираемся возвращаться в Россию. И где она его будет использовать, непонятно. Вася, ты веган? Нет. Вы очень похожи, красивые девочки. Благодарим вам. Вася вообще не сечет, какая у мамы косметика. Вася, ты не сечешь, какая у мамы косметика? В смысле, make-up? Нет, они имеют в виду, что моя косметическая линия, что ты два раза фейлнулась. Я не фейлнулась. Я просто, я знаю, ты еще с прошлого. Поэтому именно... Не переживай, мы тоже долго путали название, я даже не парюсь по этому поводу. Больше люди парятся, чем мы с тобой. Саша, как вы воспитываете детей? Есть ли какие-то методы? Блин, ну это целая жизнь на это уходит. Тут так в двух словах ты не объяснишь, как воспитываем. Самое главное... Самый мой главный принцип – это общение. Вот с каждым ребенком, не просто тоталитарное «иди, делай так, и я вот так, я знаю, как лучше надо тебе вот то», а всегда договариваться и общаться. Продолжение следует...